В нашей студии начальник управления ГИБДД УМВД России по Орловской области Александр Юрьевич Коршунов. Здравствуйте, Александр Юрьевич. Здравствуйте. Накануне профильный комитет Госдумы одобрил законопроект о введении штрафа в размере 2000 рублей за использование летних автомобильных шин зимой и шипованных летом. Как вы считаете, насколько оправдан такой законопроект, насколько он необходим сейчас? Ну, наверное, раз этот законопроект вынесли и уже приняли в первом чтении, конечно, он оправдан. Наверное, даже он более оправдан в том плане, что под требованием данного закона будут попадать не только зимние и летние шины, а там же будет говорена высота протектора остаточная, за которую, собственно говоря, и будет нести ответственность водители. Поэтому не секрет, что сегодня еще очень многие водители эксплуатируют автомобили не то, что там с зимней или летней резины, а даже ездя на зимней или летней резине, но с очень низким остаточным, так называемой ЛСЭ, как говорят в народе, резина. Поэтому это как раз представляет наибольшую опасность, насколько я понимаю, под действием этого изменения будет попадать в том числе и эта норма, точнее, так сказать, этот стандарт. Поэтому я думаю, что оправдан. Ну, а с точки зрения зимней и летней, она практика уже показала, наверное, что нужно ездить на шипованной резине, а летом нужно ездить на летней резине. Единственное, что я так понимаю, что там и будут изменения в законе, ведь Россия большая, где-то зима наступает раньше, где-то позже, поэтому я, насколько понимаю, там будет дано право, и в поправках это, скорее всего, пройдет, будет дано право властям субъекта любой области, законодательному собранию, либо областному совету будет дано право изменять этот срок введения нормы, то есть не нормы, а введения зимней и летней резины на увеличение. То есть если закон предписывает там с июля по декабрь, допустим, там летняя резина, то, допустим, Орловская область может ввести с марта там по... то есть на увеличение срока может. Но, ваше мнение, закон такой должен? Да, конечно. Масштабная ремонтная кампания в регионе практически завершена, беспрецедентные средства выделены, 4,5 миллиарда рублей. Вы, как автомобилист, как житель области, как оцениваете? Перемены есть? Ну, конечно, как автомобилист, такой громадный объем ремонтных работ, он, соответствующим образом, в этом году вызвал определенные неудобства, будем говорить так. Но, действительно, объем работы большой, проделанный, качество наших дорог осталось, так сказать, стало, я считаю, что все-таки гораздо лучше. Если еще все это будет доведено до конца сегодня, и будем надеяться, что это было сделано качественными материалами, и весной все это не уплывет, то, наверное, все-таки большой прогресс вперед. Есть предпосылки к тому, что зимой, весной не уплывет? Ну, живем-увидим. Действительно, объем большой, и я считаю, что и пропускная способность сегодня увеличилась в связи с тем, что появилось и более качественное покрытие, появилось сегодня, заканчиваясь с разметкой. Но, несмотря на то, мы в этом году получили, может быть, в связи с большим проведением объема работ, мы получили рост ДТП там, где были сопутствующие неудовлетворительные дорожные условия, практически на 27%. А с чем это связано? Дороги же лучше стали? Вы знаете, основной вид этих происшествий, как правило, это отсутствие, либо плохая различимость разметки, значит, отсутствие дорожных знаков. То есть, дорогу сделали, разметку забыли, и знаки тоже не поставили? Ну, не то, что забыли, но в период проведения работ, как правило, во-первых, оттянулся срок нанесения разметки в связи с тем, что основная часть улиц была запланирована к ремонту, да, и целесообразно наносить по старой дороге не было, ну, так, по крайней мере, власти города, допустим, посчитали. И, правильно говорите, в период работ не все подрядчики, будем так говорить, добросовестно к этому отнеслись, и не вовремя, будем говорить, так наносили эту разметку. Также есть, там, порядка, по-моему, 30-40 фактов, где у нас отсутствовало или недостаточное освещение. Ваш ответ какой? Предписания были? Да, практически 900 с лишним должностных лиц было привлечено к ответственности, это практически плюс 15%. Но это повлияло на изменение ситуации? Вы знаете, что самое тревожное, что вот из тех 340 происшествий, которые были по той или иной степени, значит, у неудовлетворительных дорожных условий, по 170 из них мы принимали, точнее, так сказать, сигналили и наказывали должностных лиц еще до происшествия. И, к сожалению, наверное, к нашим доводам не прислушались, то есть, не были выполнены те мероприятия, которые, ну, грубо говоря, было предписание нанести на данном участке там дорожную разметку, либо улучшить освещение, это не было выполнено, должностные лица были наказаны, но, тем не менее, недостаток остался, и там произошло ДТП. Наверное, здесь и мы, может быть, до конца не дожали, назовем так, этим языком, хотя штрафов наложено довольно-таки много. И, наверное, те владельцы дорог, которые сегодня есть, они вот как раз к этому отнеслись халатно. Может быть, штрафы не сильно велики? Да нет, штрафы там уже довольно-таки серьезные, и в отношении юридических лиц, допустим, в городе, там, наверное, порядка 3 или 4 миллиона уже было вынесено. То есть, штрафы-то серьезные, и лучше бы, если бы эти деньги были направлены вот непосредственно на обустройство тех или иных дорожных, будем говорить, условий. Ну, к счастью, большая стройка закончилась, да, сейчас остались последние, так сказать, добивают последние штрихи. Я надеюсь, что все это продержится, все будет работать и будет поддерживаться в усправном состоянии. И вот та кривая происшествий, именно по причине НДУ, она, наверное, все-таки пойдет. А вот, говоря так, дороги лучше, лихачее больше, нарушений тоже больше. Ну, вы знаете, это уже, по-моему, поговорка, она должна уйти в прошлое. Есть та категория людей, которые, назовем так, их неуправляемые сегодня. Мы с ними будем бороться и прежде, но и практика показывает, что, во-первых, система введения, система фотофиксации сегодня, которая работает довольно-таки успешно на территории области. У нас мы имеем порядка 190-200 тысяч нарушений, из них 190 тысяч за превышение скорости, это минус 1,5 или 2% по отношению к прошлому году. То есть люди стали ездить медленнее, потому что люди стали законопослушнее, люди стали понимать, что уйти от ответственности, к сожалению, точнее, к счастью, извините, к счастью, не так просто. И это поднимает общую дисциплину. Останется там эти 5-10%, но, знаете, есть русская пословица, не буду я озвучивать. Мы будем с этой категорией, конечно, бороться, и здесь как раз, наверное, надо ужесточать ответственность вот в отношении тех людей, которым закон нипочем. Система уличного освещения, модернизация, которая сейчас происходит в городе Орле, по-прежнему предмет критики или становится лучше? Вы знаете, сейчас проводится проверка отделом ГАИ по городу, так называемой интенсивности освещения, и пока делать выводы рано. Новые фонари поставили, много нареканий идет со стороны водителей, мы не хотим голословно сказать, что это стало хуже или лучше. Да, громадное количество фонарей заменено, заменено на новые светодиодные. Сейчас посмотрим, проверим с помощью, так сказать, инструментального контроля. Там есть уровень, так сказать, интенсивности освещения в ночное время, и тогда уже будем делать какие-то выводы. Я надеюсь, что все будет хорошо. Хотя визуально, конечно, на некоторых участках кажется, что эти новые фонари светят немножко хуже, чем предыдущие. Это вот чисто визуально. Но я, должностное лицо, я не могу говорить чисто субъективно, да, поэтому будет проведена проверка, и тогда будут сделаны определенные какие-то выводы. А ситуация на региональных дорогах с освещением? Региональные дороги тоже к этому подтянулись. К сожалению, проблема остается в районных центрах. И, в частности, вот тот рост ДТП по причине, не рост, а именно ДТП по причине удовлетворительных дорожных условий, там одна из причин есть, это отсутствие либо недостаточное освещение. Это, как правило, вот эти вот районные центры наших районов. Там проблема остается, и, к сожалению, она пока решается очень слабо. На федеральных дорогах практически все населенные пункты в границах федеральных дорог освещены. Региональные дороги, работа ведется, но там еще поле не паханное, поэтому там еще много вопросов. Александр Георгиевич, предлагаю перейти к цифрам статистики, охарактеризовать сегодняшнюю ситуацию. Ну, отдать должное, что та система мер, которые принимаются всеми, во-первых, правоохранительными структурами и органами исполнительной власти нашей области, в том плане организации дорожного движения и контроля за этими всеми вопросами, она привела к тому, что сегодня мы имеем снижение ДТП на 13%, это 743 происшествия. И мы имеем 79 погибших, это цифра 9 месяцев, практически минус 30%. Это очень серьезное снижение. По сравнению с общероссийскими показателями, какая ситуация? Значит, Россия тоже снижается, но у нас темпы получше, у нас тяжесть последствий получше, чем российская. Там в России 9 с копейками, там 9,5, у нас 8,5, то есть на количество погибших, на 100 пострадавших, назовем так. Поэтому здесь темпы получше, и сегодня мы практически выполнили все целевые индикаторы по программе безопасности дорожного движения, которая была до этого в Орловской области, и сейчас новая принята. Тенденция, она сохраняется, то есть стабильность в этом. Это самый низкий показатель за всю историю Орловской области сегодня, то есть несмотря на рост количества транспорта, да, и соответствующим образом увеличение скоростного режима, это один, в общем, самый низкий сегодня показатель за всю историю учета дорожного транспорта происшествия вот последних, наверное, 30-40 лет. Это отрадно, потому что, я еще раз повторяю, что и количество транспорта увеличилось, и качество транспорта увеличилось, потому что скоростной режим увеличился. Поэтому это хорошо. Значит, если брать детский дорожный транспорт в Норматисте, там тоже наблюдается снижение практически на 3 или 4 процента. К сожалению, у нас 3 ребенка погибло, и, значит, немножко тревожит та ситуация, что сегодня возрастает количество происшествий там, где дети являются пешеходами. То есть здесь, наверное, надо поработать и школам, и родителям. У нас есть ДТП с детьми, которые являются так называемыми водителями. Это скутеры, велосипеды и тому подобное. У нас ДТП с детьми, которые являются пешеходами. То есть появление на проезжей части, там одни ходят почему-то у нас, так сказать, они без присмотра родителей. Мы стараемся сейчас департамент образования эту работу поставить на более высокий уровень. Во-первых, наверное, вы уже слышали, что пешеходная группа у нас в городе работает, и она в том числе работает и по детишкам, которые нарушают эти правила дорожного движения. Плюс акция проводится, так называемый шагающий автобус, когда мы детишек уже выводим на проезжую часть, назовем так. Потому что сегодня 85 процентов пешеходных переходов в городе приведены в соответствии с новыми государственными стандартами. Я надеюсь, что до конца года практически эта тема будет закрыта. То есть сегодня можно реально вывести ребенка из школы и показать ему, как ему ходить в данном месте, потому что все обустроено. И учитывая, что этот ребенок будет с 1 по 10 класс ходить в эту школу, и по этому же маршруту ходить, мы можем реально на практике, показав все средства организации дорожного движения, можем научить его, как правильно переходить, где переходить, куда не надо ходить. Это в том числе посадка в школьный автобус и тому подобное. Вот такая акция сейчас проводится. Я надеюсь, что она будет иметь положительный эффект. Юридический институт нам очень здорово помогает, кадетский класс нам помогает. То есть здесь большая работа развернута. Я бы просто хотел и к родителям обратиться, и к педагогам, чтобы все-таки повнимательнее относиться к оставлению так называемых детей без присмотра, когда их выпускают на улицу, когда покупают велосипеды. Но сейчас, слава богу, сезон кончается. Любители сесть за руль в непрезвом виде. По-прежнему проблема в Орле? Ну, вы знаете, проблема эта, наверное, будет всю историю, потому что у русского человека... Штрафы не помогают? Не то, что штрафы не помогают. Штрафы помогают. Сегодня снижение ДТП практически на 30% и на 30% количество погибших по вине нетрезвых водителей. То есть и удельный вес снизился, и он пониже российского. Но, тем не менее, вот это введение статьи 264, которая предусматривает уголовную ответственность за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, повторно в течение года. Сегодня мы имеем 275 фактов уже. Поэтому, то есть 275 человек сели за руль повторно. И эта цифра растет. Вот, несмотря на то, что общее количество выявленных нарушений, там, порядка 2000, оно поменьше, чем в прошлом году. То есть, все-таки пить стали меньше. А на статистике ДТП показывает и количество выявленных. Но тревожит то, что остается вот этот вот сегмент так называемых беспредельщиков, которые некоторые уже по несколько раз попадали в сферу. У некоторых по 5-6 уже есть нарушения, именно попадающие по 264 статью. Но судебная практика на работу, но уже есть реальные сроки лишения свободы даже за это. Есть серьезные штрафы, там, от 200 до 300 тысяч. Я думаю, что кто-то научится на своем опыте, а кто-то на чужом. То есть, со временем эта позиция будет выравниваться. Пока тенденция снижения таких происшествий есть. Александр Юрьевич, проблема, о которой говорят пассажиры общественного транспорта. Лучше не становится, жалоб по-прежнему много. Вот как быть, что делать, и проблема ли это тоже для госавтоинспекции? Вы знаете, сегодня у нас в основном в городе рост происшествий произошел по вине водителя автобусов. Их немного, 37, но тем не менее, если в процентном соотношении, это, так сказать, практически плюс 300%. И один человек там, к сожалению, погиб, 78 получили ранения. Не такие большие цифры, но тревожит другое, что рост именно по причине виновности водителей – это первое. И львиную долю этих происшествий сегодня нам принесли так называемые водители трехзначных маршрутов. То есть, это пригородные маршруты, которые сегодня идут там. Ну, Знаменка Орловская, Мезенка, вот эти все такого плана. Вопрос в чем? В том, что они сегодня в связи, ну что тут греха таить, с убыточностью этих маршрутов, они заезжают в город и начинают, ну, своего рода таксовать, подбирать все, что там. И мы сейчас серьезно работаем с департаментом транспорта, с администрацией города. Есть наше предложение каким-то образом систематизировать эти маршруты. Ну, вот какие меры нужны, каковы ваши предложения? Ну, они из мер попытаться, может быть, унифицировать эти маршруты и продлить маршруты городские до определенных. Ну, что такое там Мезенка, да, или, допустим, Знаменка, то есть, каких-то там 4-5 километров. Плюс, конечно, ужесточить контроль и все-таки шире принимать ту меру, применять ту меру, это расторжение контракта с перевозчиком по нарушениям тех или иных условий договора. То есть, в договоре прописано, что перевозчик должен обеспечить, чтобы машины вышли исправные, там не нарушали правила дорожного движения, соблюдали графики и все остальные вопросы. В случае нарушения какого-то из этих пунктов, с ним может быть расторгнут договор на перевозку. Все это место пусто не бывает, естественно, этот рынок заполнится. Пока такая мера заработала, наверное, в Ливнах, потому что там есть уже факты, когда, по-моему, 2 или 3 расторгнута договора. Я надеюсь, что оно заработает в Орле. И буквально на днях, я думаю, скоро состоится в ближайшее время совещание именно по этому вопросу. И там уже есть у Департамента транспорта определенная дорожная карта по развитию этой системы. Но с этим надо что-то делать. Это бич такой, назовем так. А могут ли что-то сделать сотрудники ГИБДД? Значит, с сентября месяца вступила новая норма, 11.33 статья, то есть, под которую попадают действия водителя автобуса, если он останавливается в неустановленном месте, то есть, высаживает пассажиров. Значит, ночью оставляет автобус не там, где он должен, так сказать. Все вот эти вопросы, касающиеся, не соблюдают график движения. Компетенцию рассматривается, это угадано. То есть, Управление по государственному автонарожному надзору. Мы с ними очень тесно начали работать. И буквально на прошлой неделе провели мероприятие, так назовем их, скрытное. То есть, мы поехали, поснимали эти автобусы, как они останавливаются. Вот почему трехзначный маршрут. По-моему, 329 маршрут за прохождение с автовокзала до микрорайона 9 раз остановился в неустановленном месте, высадился, садил. И посадил. Поэтому в отношении него все это потом оформлено. Материалы направлены, угаданы. Значит, они пообещали, что они будут объективно рассмотрены. И будет определенный штраф. Там штрафы серьезные. И 3-5 тысячи, и на должностных, лиценно-юридических. В городе водители уже это поняли, городских маршрутов. И здесь ситуация немножко получше. Но я надеюсь, что мы всю эту ситуацию до конца доведем. И, в принципе, никаких проблем не будет. Внесли мы предложение, чтобы все-таки продолжить работу по расширению остановочных пунктов. Это заездные карманы, которые, к сожалению, у нас не везде сегодня есть, что вызывает определенные пробки на наших улицах. И плюс я все-таки считаю, что мы уже к этому пришли и готовы, чтобы на каждом остановочном пункте было расписание движения автобусов. Во-первых, номера автобусов, которые там проходят. И временные рамки, когда этот автобус должен на этом пункте появляться. Для чего это должно быть сделано? Во-первых, для того, чтобы был какой-то общественный контроль. И гражданин, находясь пассажир на остановочном пункте, не дождавшись в определенный момент автобуса какого-то номера. Ну, я не говорю, что, конечно, там в течение 3-5 минут. Но когда полчаса простоял, мог соответствующим образом предъявить какие-то претензии и в госавтоинспекцию, и в мэрию города Орла. Так вы жалобы тоже принимаете? Да, конечно. И мы, соответствующим образом, потом с учетом нового введения могли отреагировать и привлечь этого и перевозчика, и водителя к ответственности. Я думаю, что это наведет общий порядок. Да, наверное, будет много жалоб, да, наверное, много будет претензий. Но если мы этого не начнем делать, мы никогда не двинемся вперед. Но проблема не только в остановках в неположенном месте. Водители разговаривают по телефону, устраивают гонки и так далее. Вот весь вопрос завязан в том, что если мы сегодня поставим в жесткие рамки, а сегодня технические средства, в том числе требования к автобусам, которые должны быть оборудованы ГЛОНАССом, они сегодня начали выполняться. Эта система позволяет установить в том числе и даже аудиовизуальный контроль, все зависит от желания, будем говорить, заказчика, за водителем. То есть понять, где он позиционируется, вплоть до того, чтобы посмотреть, что он там в этом автобусе делает. Поэтому при желании можно выставить очень жесткий контроль именно организатору этих перевозок, и водитель будет ехать и смотреть только в зеркало и в стекло. Главное, чтобы еще и сами предприниматели были в порядке заинтересованы. А вот этих предпринимателей нужно поставить в определенные рамки. Я почему привел примеры о расторжении договоров. Что вот то, что сегодня однозначно кто-то выиграл этот конкурс и получил определенный договор, это не значит, что он будет на нем все что угодно делать. Есть определенные рамки, в которые поставлен предприниматель. Если он хочет нормально и честно зарабатывать деньги, он должен играть по правилам, так сказать, определенным. И эти правила очень легко проконтролировать. Сегодня понимание есть и у предпринимателей, насколько я знаю, есть понимание у администрации города, и это прямо отрадно отметить. Департамент транспорта, сегодня правительство Орловской области тоже очень серьезно в этом зарегистрировано, заинтересовано. Я думаю, что поезд уже и лет тронулся, что будет определенный порядок на наших улицах. Александр Юрьевич, пробки в городе по-прежнему. И многие говорят, что причина не в том, что машин стало больше, а в неправильной организации дорожного движения. Ваше мнение? Вы знаете, это целый комплекс вопросов. Сказать, что неправильной организации движения, это надо признать, она существует сегодня, такая проблема. Но я почему за заездные карманы-то завел разговор. Сегодня очень большую проблему создает пассажирский транспорт, который останавливается даже на остановочных пунктах, но там, где не имеются карманы. Потому что, когда подходят 3-4 автобуса, здесь как раз вопрос, вот именно почему я график и сказал, немножко их растащить, чтобы они не толпились, назовем так. И останавливаются все на одном остановочном пункте, там, где нет заездного кармана. Вы сами прекрасно понимаете, что одна полоса перекрывается, это создает сразу определенные пробки. Сегодня много критики в плане того, что установили много светофоров, и, значит, в том числе на светофорах установили так называемую пешеходную паузу. То есть, когда со всех направлений перекрывается движение, красным сигналом-светофором разрешается пешеходам. Я считаю, что здесь критика уместна в том плане, что, да, на отдельных участках эту паузу нужно доработать. Ну, где конкретно? Может быть, пример приведете? Ну, вот это у нас Роза Лексенбург, Комсомольская, там все время этот вопрос возникает на Октябрьской, там ряд моментов. В основном это Комсомольская, Московская. Я считаю, что здесь к этой критике необходимо властям города прислушаться, и в том числе и нам, в плане того, что все-таки прорабатывать, просчитать вот эту пешеходную паузу, просчитать фазы красного и зеленого света. Но сегодня это нововведение очень серьезно снизило количество происшествий по наезду на пешеходов именно на пешеходных переходах. Это первое. Второе. Мы перестали вот так гуськом ходить друг за другом пешеходы, потому что раньше, когда загорался с перпендикулярного, будем говорить, направления, свет для водителей зеленый, они должны при повороте были пропустить пешеходов. И пешеходы в это время очень медленно, один за одним шли, и создавалось еще больше пробок. Сегодня пешеходные паузы держат пешеходов, накапливают их, и потом, так сказать, всем общим количеством они переходят. Поэтому это момент положительный, и я думаю, что он будет развиваться. Но водителям-то что делать? Терпеть? Водителям нужно набраться терпения. Наш город не такой большой, и, как правило, пробки возникают именно из-за хамства и из неуважения друг к другу. Потому что вы все прекрасно понимаете, если у нас, допустим, Московская Герцена стоит левый ряд для поворота налево, то найдется 3-4-5 лихачей, которые по правой полосе обгоняют, и там начинают вклиниваться в эту всю систему. Соответствующим образом это вызывает определенные недогадования, во-первых, тех, кто стоит налево, во-вторых, сдерживание всего этого потока. Не такой большой город, не такая уж маленькая у нас средняя скорость, и если мы будем друг друга уважать, и, естественно, будем носить какие-то предложения, очень много жалоб именно по пситофорной паузе, это будет совершенствоваться, и от пробок мы никуда не уйдем, потому что пропускная наша способность улиц, она довольно-таки низкая. Проблема должна решиться таким образом, что все-таки мы должны приходить к тому, чтобы заработала в городе автоматическая система организации дорожного движения. Город небольшой, в принципе, все светофоры сегодня есть, и я знаю, что у нашего НПК, технический университет над этим вопросом работает, имеется возможность сделать так называемую интеллектуальную систему организации дорожного движения. То есть там, где датчики стоят, они определяют, с какого направления больше, где автомобили, и, соответствующим образом, светофор работает в этом режиме. Это одно из путей решения и спасения. Да, все будет двигаться, пусть медленно, но будет двигаться. Поэтому я надеюсь, что к этому придем, а жизнь заставляет нас к этому прийти, потому что чего греха таить, если бы не кризис, то количество транспорта возросло бы еще процентов на 20, за 30 вот эти за два года. Соответствующим образом, проблема бы возникла еще больше. Но кризис немножко сдержал покупную способность. Открою секрет, что сегодня мы практически по регистрационным действиям, и это отрадно вышли на уровень прошлого года, это значит, что покупательная способность населения все-таки возросла, и люди начали покупать транспорт. И если в прошлый, позапрошлый год количество регистрационных действий снижалось практически на 20-30%, то вот сегодня за 9 месяцев я посмотрел, там снижение всего лишь на полтора процента. Есть информация у вас? Ну, регистрационных действий по 9 месяцев, там, по-моему, 40 с чем-то тысяч. Ну, автомобилей, конечно, поменьше. Я думаю, что новых автомобилей, там, порядка, может быть, 10-15 тысяч. Это просто такая статистика, она пока поверхностная. Я сужу по регистрационным действиям. Выдано, по-моему, там, более 30 тысяч водительских удостоверений заменено и выдано. Тоже плюс там есть определенный, то есть люди стали получать и учиться, и получать водительские удостоверения. Это не имеется в виду, что стало на 30 тысяч водителей больше. Просто кто-то заменил, кто-то, так сказать, получил впервые, кто-то открыл категорию. Но, тем не менее, статистика показывает, что это количество людей увеличивается. Вот примерно так. В центре города можно видеть, что автовладельцы неправильно паркуются. С другой стороны, парковок в городе не хватает. Опять же, что делать? Парковок в городе не хватает. За последние, наверное, 2-3 года очень много знаков демонтировали. Остановка запрещена, потому что их действительно был избыток в нашем городе. И тогда как-то вот по желанию заказчика, назовем так, каждый хотел, чтобы возле его учреждения никто не парковался. Потом, когда проблема создалась для сотрудников этого учреждения, все это вынуждены были убирать. В прошлом году мы эвакуировали более 2,5 тысяч транспорта. В этом году мы подходим к этой цифре. Это, конечно, не в ладоши от этого никто не хлопает, что такое количество транспорта. Но проблема остается. И город сегодня работает над этим. Насколько я знаю, есть предложение об обустройстве платных парковок. Расширяют зоны так называемых экопарковок, которые сегодня появляются у нас в жилых массивах и районах за счет, так сказать, расширения вот этих всех площадок. Но вот сказать, что завтра эта проблема решится, нет. Пока, к сожалению, наверное, основная часть этой проблемы решается карательным способом. То есть это вот мы, и мы, и мы. Работает система, сегодня в городе работают два прибора в автоматическом режиме. Это парконы наши. Сейчас еще один новый прибор, транссигнал, испытывает, паркрайт, который будет более качественно все эти вопросы делать. То есть пока, к сожалению, мы эту проблему решаем карательным способом. Но движение есть. Вы, наверное, видите, что в городе возле жилых микрорайонов появились дополнительные парковки. И наши торговые предприятия уже вновь запущены. К ним предъявляются определенные требования, чтобы там было как можно больше парковочных мест и соответствовало количество посетителей. Так что здесь тоже еще не початый край работы, но есть определенный положительный момент. Скрытые патрули работали в минувшем году. Какой эффект? Они до сих пор работают, эти скрытые патрули. Эффект очень хороший в том плане, что... Ведь задача была не в том плане, что вот навыявлять громадное количество административных правонарушений. Задача была, чтобы в какой-то степени немножко поработать и с помощью средств массовой информации показать, что такой метод существует. И я скажу, что из беседы с водителями все стали более сдержанно к этому относиться. И на красный не проезжают, меньше стало нарушений, так сказать. И вот это так называемое опасное вождение сегодня не так сильно приветствуется. То есть эффект есть. Эта система будет продолжаться. Сейчас мы работаем над тем, чтобы... Я думаю, что в ближайшее время мы решим. У нас есть ряд приборов фотофиксаций мобильных. Бинар, так называемый. Которые позволяют, устанавливая его в автомобиль патрульный, либо в автомобиль скрытого патрулирования, работать в потоке, работать на стоянке, оценивать скоростной режим. И в автоматическом режиме эти данные передавать в наш центр фотофиксации. Ну, своего рода передвижной комплекс фотофиксации. Это тоже будет сделано. Они будут в том числе и в автомобилях скрытого патрулирования установлены. И я думаю, что некоторые интересные письма счастья получат, даже, так сказать, двигаясь там, где, по их мнению, никто за ними не контролирует. Это внесет определенную положительную струю в соблюдение правил дорожного движения. Единственное, я еще раз повторяю, цель не ставится, знаете, набить этих нарушений и отчитаться перед кем-то, что мы там 300 тысяч нарушений. Я считаю, что нарушение должно снижаться ежегодно, потому что у людей появилось понимание, что за ними смотрят, что нарушать невыгодно. Да и, наверное, не модно сегодня. В принципе, и вот это мне нравится, по крайней мере. Александр Юрьевич, мы сегодня поговорили о многих городских проблемах. А есть ли проблемы у самой службы, в госавтоинспекции? Ну, вы знаете, проблем у нас всегда много у самой службы, но я скажу, что сегодня, в принципе, если брать, допустим, по комплектации личного состава, сегодня на 99% службы укомплектованы. В основном это сотрудники, имеющие высшее юридическое образование, вот, и эта работа продолжается. Нам в этом плане помогает Орловский юридический институт, который по направлению сегодня работает. По техническому оснащению, ну, много новшеств, мы не стоим на месте, так сказать, и у нас, во-первых, мы не имеем права стоять на месте, потому что, являясь базовым органом для Орловского юридического института, который готовит сотрудников на всю Россию, мы обязаны идти в ногу со временем, так как, и, во-первых, приезжают слушатели курса повышения квалификации, приезжают, значит, выпускники, курсанты к нам приходят на практику, они должны видеть все передовое. Ну, насколько это получается, конечно, я не могу судить, но мы сегодня в различных пилотных проектах, в том числе и по приборам фотофиксации, я считаю, что сегодня центр фотофиксации у нас, так сказать, по соотношению цена-качество очень здорово сделан. Сегодня транссигнал, который работает по приборам фотофиксации, тоже самое имеет определенную такую оптимальную структуру, учитывая наши бюджетные проблемы в области, как во всех регионах. Единственное, я вот упустил, что касаясь фотофиксации, сегодня возникают проблемы по техническому обслуживанию этих приборов, и бывают сбои, которые вот периодически появлялись у нас тут и в интернете, и поэтому сегодня мы конкретно вышли с предложением правительства все-таки поставить на постоянное финансирование вот это техническое обслуживание приборов фотофиксации, потому что это высокотехнологическое оборудование, оно должно быть постоянно обслуживаться специалистами. Я надеюсь, что мы эту поддержку в этом найдем. Транспорт есть, все есть, люди грамотные, поэтому прислушиваемся к общественности, к критике, я думаю, что все будет хорошо. Успехов вам в службе, спасибо за беседу. Спасибо, до свидания.